Диктату света Как и прочие храмы, Венус возник в эпоху Великого Крестового Похода в результате секретного договора на горе Отмщения, заключенного шестью главными кладами убийц, которые желали незаметно истреблять врагов Императора. Основатель подразделения Старший Венус занимал пост главного управляющего и подчинялся тайному магистру ассасинов. Известно, что агенты данной клады, исполняя свой долг, избавлялись от множества противников Империума, причем не уничтожали их открыто, а манипулировали информацией для достижения своих целей. Агенты круга или клады Венус, называемые инфоцитами, рассчитывают вероятность успеха своих операций с помощью прогностических симуляций и предсказательных машин, куда закладываются все доступные им данные. Фактически, эти ассасины – люди-компьютеры, но они радикально отличаются от безмозлых автоматонов вроде сервиторов и обладают несравненными навыками в области стратегии и тактики. Благодаря таким специалистам их клада закрепила за собой роль разведывательно-аналитической ветви Офицео Ассинорм. Утверждается, что они еще ни разу не ошибались в выводах, хотя кое-кто считает это дезинформацией. В любом случае, храм Венус хорошо известен компанией по изготовлению и распространению пропаганды, что считается его наиболее сильной стороной. Говорят, инфоциты относятся к необработанным данным так же, как зависимые люди к своему пороку. Агентов зачаровывают не только сами новые сведения, но и действия, необходимые для того, чтобы собрать и изучить их. Считается, что оперативники этого храма не умеют следовать чутью ассасина, необходимому для работы в поле. Поэтому, как и криптократы, эти ассасины редко выходят на поле боя. Обычно они участвуют в заданиях посредством телеприсутствия, находясь или в своих святилищах, или на борту звездоледов Офицео, или на станциях прозревания. Как следствие, Венус наблюдает за всеми и вся, и его хранилища данных заполнены информацией о других кладах, что позволяет храму сохранить свои позиции с помощью шантажа. Что касается оснащения, то агенты Венуса располагают кагитаторными перчатками, которые проецируют в воздух плавающие гололитические панели доступа к информации. Также ассасины управляют небольшими раями органико-металлических сетевых мук, способных подключаться к оптокабелям и получать доступ к крупным объемам данных для последующей передачи оперативнику. Хотя каждая искусственная мошка не особенно технологична сама по себе, при взаимодействии в составе роя пересылаемые ими сведения складываются в упорядоченную картину того, что происходит в непосредственной близости от ассасина. Благодаря этому специалисты могут выстроить схемы близлежащих построек и трафика, а также разместить следящие бусины на любой территории. Чтобы выполнить такие задачи, сетевые мухи углубляются в подземные паутины вид катушек на данном участке. Проникнув в какую-либо информационную систему, оперативники Венуса наносят вред неприятелю, выпуская туда инфофаги и устраивая отключения. Как правило, агенты храма не носят оружие на виду. В их оснащение входят устройства вроде метателя электроимпульсов, встраиваемых в кагитаторные перчатки, а также личные зверинцы, состоящие из псайбер-орлов, глаза крыс и раев сетевых мух. Помимо того, ассасины применяют бионику, например, механодендриты, отлично подходящие для работы с другими устройствами. Извлеченные с их помощью сведения выводятся на гололитические экраны. Субтитры создавал DimaTorzok